С 2011 года количество пользователей систем персонального спутникового ШПД удвоилось и приблизилось к отметке 3 миллиона. Сегодня людей, которые регулярно используют спутниковую связь, — десятки миллионов. Каждое современное морское судно, которое выходит в плавание, будь то небольшая яхта или огромный военный корабль, оснащено спутниковой связью. Это позволяет оперативно получать самые актуальные корректуры электронных карт для обеспечения безопасности судоходства и непрерывно производить передачу навигационных данных на берег о курсе, скорости, местоположении судна. Кроме того, обеспечивает экипаж и пассажиров доступом в интернет, электронной почтой, телефонией для личных и служебных целей. Это особенно касается научных или спортивных экспедиций, которые отправляются изучать Антарктику, Арктику или другие труднодоступные точки земного шара. Спутниковая связь — это в первую очередь безопасность для путешественников. Значение спутника как способа доставки телевизионного сигнала, безусловно, падает. Все большее количество сигналов доставляется через сети интернета и растет количество доставляемого через интернет контента в геометрической прогрессии. При этом в освобождаемой спутниковой емкости, например, находятся новые и новые применения, активно развивается в последнее время, в том числе в нашей стране. Такая услуга, как, например, спутниковый интернет, использование К-диапазона освободившихся спутниковых емкостей на наших же спутниках для доставки широкополосного интернет-сигнала. Эта услуга очень востребована, во-первых, для мобильного интернета, для путешественников, для людей, которые хотят оставаться на связи всегда и везде, кроме того, для удаленных небольших городов, удаленных населенных пунктов. Спутниковая связь востребована даже при разработке месторождений полезных ископаемых. Например, добыча нефти и газа часто происходит на очень удаленных территориях и в крайне сложных природных условиях, где надежность, гибкость и защищенность систем связи играют важнейшую роль. Постоянная связь с сотрудниками, где бы они ни находились, на глубоководных платформах, в открытом море, на берегу или на борту нефтяных танкеров, жизненно необходима. Кроме того, с помощью спутниковой связи можно контролировать работу исследовательского, разведывательного или бурового оборудования, находящегося в удаленных районах. Сегодня мир на грани новой промышленной революции. В истории человечества она станет четвертой. Промышленная революция 4.0 постепенно захватывает весь мир. В Германии в 2011 году создали Industry 4.0 Working Group. США последовали их примеру и организовали в 2014 году некоммерческий консорциум Industrial Internet, которым руководят лидеры промышленности вроде General Electric, AT&T, IBM и Intel. Первая ступень индустрии 4.0 – это создание так называемого интернета вещей, когда все бытовые приборы от тостера до автомобиля будут подключены к интернету. На следующем этапе появятся умные фабрики и заводы. Без спутниковой связи представить себе этот новый интернет-мир невозможно. Субтитры создавал DimaTorzok